Здравствуйте! В эфире программа о работе органов прокуратуры на страже закона. 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. 291 год назад в России появилась прокуратура. Круг полномочий надзорного ведомства год от года менялся, но неизменным оставалось одно – служение закона. Предлагаем вашему вниманию поздравления работников и ветеранов органов прокуратуры заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, жители Уральского федерального округа. Во-первых, я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех вас с наступившим Новым годом, с праздником Рождества Христова, пожелать всем крепкого здоровья, успехов, долгих и счастливых дней жизни. А также в канун нашего профессионального праздника дня сотрудников органов прокуратуры поздравить всех своих коллег, прежде всего ветеранов, с нашим профессиональным праздником. Также пожелать здоровья, успехов, востребованности, долгих и счастливых лет жизни. Спасибо, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, за вашу работу, за труд, который вы делаете. Я надеюсь, что мы, что мы делаем, не проходит даром, и это ощущают жители всего Уральского федерального округа. Спасибо всем. Всего доброго, здоровья и успехов. Сотрудников прокуратуры поздравил прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, прокуратуре России исполняется 291 год. Можно смело сказать, что это один из старейших институтов государственной власти в нашей стране. Я с гордостью могу отметить, что в органах прокуратуры сегодня работают специалисты, чей труд является примером честного исполнения своего служебного долга. Особо благодарны ветеранам, участникам Великой Честной, посвятившим всю свою жизнь служению закону. Именно эти люди заложили базовые прокурорские традиции профессионального и беззаветного служения долгу. Буквально на следующей неделе мы открываем Музей прокуратуры Свердловской области, и это тоже дань памяти и уважения нашей славной истории. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником День работников прокуратуры Российской Федерации. Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, мира, добра вам и вашим семьям. В прокуратуре Свердловской области состоялось торжественное собрание, на котором были отмечены заслуги наиболее отличившихся сотрудников и вручены соответствующие награды. Коллегия прокуратуры – это, как правило, деловой и жесткий разговор о не очень приятных вещах. Однако первая коллегия в наступившем 2013 году в прокуратуре Свердловской области носила совершенно другой характер. 12 января отмечается ведомственный праздник – День работника прокуратуры Российской Федерации. И, как отметил прокурор области, на правах хозяина, открывшие совещание к началу года, прокуратура Свердловской области подходит с весьма неплохими показателями. В истекшем году в ходе проверок исполнения федерального законодательства нами выявлено более 65 тысяч нарушений закона. В целях их устранения не ввесено свыше 11 тысяч представлений. По постановлению прокуроров к административной ответственности привлечено 7 тысяч должностных лиц, в том числе полутора тысячи за нарушение трудового законодательства. Благодаря нашей жесткой позиции возросла результативность принимаемых мер реагирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона. Защищая права детей-сирот, мы направили в суды свыше тысячи исковых заявлений с требованием приобрести для них необходимое жилое помещение. Реализуя свою правозащитную функцию, прокуратура области рассмотрела более 70 тысяч жалоб и обращений граждан. При этом каждое шестое из них удовлетворено, нарушены права восстановлены, но виновные лица привлечены в предусмотре законом ответственности. Долгое время на посту прокурора Свердловской области проработал Юрий Пономарев, заместитель генерального прокурора России в Уральском федеральном округе. В этот день он снова заехал на прежнее место работы. Я посчитал своим долгом приехать в этот день, поздравить любимый мною коллектив прокуратуры Свердловской области. Я, честно говоря, соскучился. Таю мысль, что и вы немного обо мне. Но в любом случае, уважаемые коллеги, друзья, в преддверии нашего профессионального праздника, от себя лично, от руководства генеральной прокуратуры, примите самые сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником. Я знаю, что за прошедший год коллективом прокуратуры Свердловской области проделана очень большая, полезная, нужная работа для жителей города Екатеринбурга и в целом для всех жителей Свердловской области. В целом Уральский федеральный округ выглядит достаточно хорошо. Все органы прокуратуры округа работают на высоком профессиональном уровне, но все-таки прокуратура Свердловской области отличается взвешенностью, коллективизмом и действительно высоким уровнем профессионализма. Среди приглашенных на предпраздничное совещание все руководители правоохранительных структур области. С приветственным словом к собравшимся обратился и губернатор Евгений Куйвашев. Не мог не приехать, не поздравить вас, потому как понимаю, насколько важна и самое главное нужна сегодня работа прокурорского работника. Сегодня люди с сферой и надеждой смотрят на вас. Может быть во многом, а иногда как последняя инстанция к решению своей проблемы. И вы с честью, с достоинством выполняете возложенные на себя обязательства. Сегодня, особенно значимо, когда мы претендуем на право проведения экспо, большого экспо, особенно важна ваша работа. Мы должны сделать так, чтобы в нашем регионе граждане чувствовали себя защищенным. Чтобы бизнес не боялся приходить сюда и вкладывать, инвестировать деньги в наши региона. Для того, чтобы мы создавали рабочие места. Для того, чтобы сократить или уничтожить им бездоимств. Для того, чтобы в конечном итоге наша область по-настоящему стала лидером, как в инвестиционной политике, так и в промышлении. От всей души вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Крепкого вам всем здоровья, успехов и огромного вам спасибо. После торжественных слов перешли к самой ожидаемой части. Работникам прокуратуры, отличившимся на ниве служения закону, были вручены почетные грамоты полномочного представителя президента России, губернатора Свердловской области, председателя областного законодательного собрания, а также ведомственные награды прокуратуры Российской Федерации. В завершении мероприятия выступил председатель ветеранской организации Григорий Рябков. От ветеранской организации я всем хотел поблагодарить за тот мужественный труд. Благодаря телевидению, пресс-центру прокуратуры, мы сейчас знаем, чем вы занимаетесь. Я все искренне поздравляю, желаю вам здоровья. Ну, ветераны, как были вместе с вами, готовы подставить свое плечо. Ну, вчера не обижайтесь уж, победили они вас шапоты. Мы вас подтянем. Несмотря на предпраздничный формат совещания, этот день в прокуратуре Свердловской области обыкновенный рабочий. Поэтому после заседания все расходятся по своим рабочим местам. Традиции служения закону нередко передаются по наследству. Герои нашего следующего сюжета – члены одной большой семьи. Их объединяет как преданность общему делу, так и необыкновенное жизнелюбие. Когда в 2000 году в Уральском федеральном округе создавалось управление Генеральной прокуратуры, сюда направляли самых лучших и опытных. Венарид Давлетяров был принят одним из первых. Через его руки прошли громкие дела бывшего начальника Свердловского управления госстроенадзора, замначальника Екатеринбургского горздрава Шастина, скандального рейдера Павла Федулева, обвиненного в организации заказных убийств и многие другие. Из недавних можно вспомнить дело банды Мартиросяна. Преступники совершали разбойные нападения на водителей дальнобойщиков, угоняли и перепродавали большегрузные грузовики. Сегодня Венарид Габасович – старейший и опытнейший сотрудник управления, старший прокурор по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью. Однако судьба могла сложиться совершенно иначе. Венарид Давлетяров родился в деревне, в Бураевском районе Башкирии. Работал художником, руководителем сельского дома культуры, затем инженером в дорожно-строительном управлении. Я закончил техникум по распределению, поехал в Горноалтайск, работал там мастером. И по служебной деятельности мне пришлось обратиться к прокурору Горноалтайского автономного округа. Вот, поговорили с ним, и он предложил, «Давайте я вас еще направляю на учение, выдам направление, поступайте, повышайте свое знание, поступайте в Сверхловский юридический институт». После этого я принял решение попробовать поступить. С первого раза я поступил в Сверхловский юридический институт. С отличием я сдал экзамен, сразу прошел. Потом в 1986 году я с отличием закончил Сверхловский юридический институт и распределился в город Белорез в прокуратуру Башкирской Ассии. В 1990 году переводится в Свердловскую область. Помощник прокурора, старший следователь, потом прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области, затем старший прокурор, через 10 лет работы в управлении Генеральной прокуратуры. Винарид Габасович награжден знаком за верность закону первой степени, медалью ветеран прокуратуры, многими другими наградами. Указом президента он награжден также медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Как рассказывает сам, эта награда получена после расследования дела о хищениях на НТМК. Несколько руководителей комбината присвоили около 30 миллионов рублей. Однако, впоследствии все участники преступной группы были осуждены. Общение с не самой лучшей стороной человеческой жизни не испортило характер Винарида Габасовича. В свободное время он по-прежнему рисует, играет на баяне, а две дочери вспоминают его как внимательного и заботливого отца. Даже когда мы были маленькие, всегда нам помогали делать уроки, и всегда нас баловало где-то в чем-то. Но, безусловно, его определенная какая-то твердость и принципиальность все-таки сказалась при нашем воспитании. Потому что в то время, как он нас с одной стороны вроде как и баловал, он с другой стороны не позволял какие-то шалости, которые могли бы пагубно сказаться, как на нашем воспитании и, соответственно, на дальнейшем будущем. Поэтому на сегодняшний день я полагаю, что мы выросли хорошими, достойными своего отца и будем стараться не подводить его. Дочери Ирина и Юлия пошли по стопам отца. Конечно, они видят, что папа работает так, старается, чтобы повышать постоянно свой уровень, профессиональное мастерство. Они смотрят, посмотрели, и работа эта, в общем-то, понравилась. И они один прекрасный момент сказали, папа, я тоже хочу пойти работать в органы прокуратуры, хочу поддерживать обвинения в судах, рассматривать вот такие громкие дела. Ну, естественно, я как отец поддержал их. И старшая дочь работает старшим помощником прокуратуры Оржанитинзовского района города Екатеринбурга. Младшая в Чикаловском районе, в Чикаловской прокуратуре города Екатеринбурга. Первой династию продолжила старшая дочь Ирина. Оржанитинзовский район имеет репутацию самого сложного в Екатеринбурге. Предыстория была такова, что папа работал следователем, мне очень нравилась его работа. И в последующем, когда он стал работать прокурором уже отдела прокуратуры Свердловской области, его работа мне понравилась в качестве гособвинителя еще больше, она показалась мне еще более интересной. И я оказалась сегодня здесь, в прокуратуре Оржанитинского района. Я поняла, что это то, что мне нравится, что к чему стремится моя душа, и в чем, собственно говоря, я реализую себя и как человек, и гражданин, и вообще-то, да, займусь тем, что мне нравится. А летом прошлого года в прокуратуру пришла работать и младшая дочь. Меня окружает прекрасный коллектив, у меня очень хороший опытный наставник, заместитель прокурора района Киселев Роман Николаевич, юрист первого класса. Впечатления у меня отличные, конечно, тяжело очень, работы очень много, но в принципе мне очень нравится, это моя мечта была. Пять лет училась в юридической академии, сейчас работаю, безумно этому рада. На вопрос о том, каким должен быть настоящий обвинитель, Винарид Габасович отвечает без колебаний. В первую очередь, честность, порядочность, принципиальность, потому что должен руководствоваться только законом, и больше ничего, никакие там другие, имеющие значение для дела, не должно принимать свое внимание при решении судьбы конкретного человека по конкретному уголовному делу, только руководствоваться принципом законности и справедливости. Ирина Шатохина, старшая из сестер, сегодня сама воспитывает дочь. Она еще маленькая, и трудно сказать, кем она станет, когда вырастет, но заслуженным дедушкой она точно сможет гордиться по праву. Традиционным шахматным турниром отметили преддверие праздника сотрудники прокуратуры. Ветераны прокуратуры в долгу не остались. О результатах шахматного турнира далее в нашем сюжете. Шахматы и футбол. Эти два вида спорта в прокуратуре Свердловской области традиционно считаются своими. Каждый год празднование Дня работников прокуратуры сопровождается соревнованиями по этим видам спорта. Шахматисты традиционно играют в блиц, так называемые быстрые шахматы. Стоит заметить, что уровень прокурорского турнира весьма высок. Здесь есть и кандидаты, и мастера спорта. Кроме того, редко какой спорт может продемонстрировать такую преемственность поколений, как шахматы. Больше нигде молодежь и ветераны не соревнуются на равных. И опыт весьма часто берет верх над молодостью. Вот и в этом году первое место взяли ветераны. На втором – гости из Следственного комитета. На третьем – хозяева команда действующих сотрудников прокуратуры. После командного турнира состоялось личное первенство, где действующим сотрудникам удалось отыграться. Первое место получил старший помощник Невьянского городского прокурора Александр Тимощенко. На втором и третьем местах – ветераны прокуратуры Александр Фролов и Лев Зязев. Призы и дипломы победителям вручил прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Вы смотрели программу о работе органов прокуратуры на страже закона. Наша программа выйдет в эфир ровно через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова